Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает воподом. И сегодня речь пойдет о новинке, об историческом романе, вышедшем в издательстве «Время». «Эмигрант» Евгения Брэйдо. Это действительно роман, в котором переплетаются настоящее и прошлое. Прием не новый, прямо скажем. Когда рассказывается история из 20 века, история в эмиграции, история о поисках себя, о какой-то достаточно близкой нам и понятной реальности, и та же самая история, которая происходит, ну скажем так, 100-200 лет назад. Вот так это обычно обыгрывается, но как это сделано здесь? Это совершенно потрясающе. Во-первых, если вы смотрели фильм «Ублачный атлас», вы помните, как там воплощена идея соприкосновения различных судеб, когда действительно человек как бы проживает одну и ту же историю в разных временах. Меняются все обстоятельства, какие-то конкретные герои, да. Но при этом остаются типажи противостояния одним и тем же. И здесь точно так же герой стремится... В принципе, герой исторически очень сильно обусловлен. Вот тот самый Жато, да, это французская форма его фамилии, соратник Наполеона, участник московского похода, да, участник наполеоновских войн. Вот тот самый Жато, он действительно персонаж на все времена. За его приключениями, за его судьбой следить не просто интересно, это захватывающее, наверное, автору действительно удалось вжиться в образ вот этого самого Жато. Потому что когда ты читаешь о трагической судьбе еврейского мальчика, который чудом спасся от казачьего погрома, да, и вот там вот эти вот совершенно гоголевские из Тараса Бульбы казаки, которые на самом деле были фантастически жестоки, да, и в первой редакции Тараса Бульбы, вы помните, что они творили, конечно, они устроили просто фантастический разгром, да, в местечке, и евреев погибло огромное количество, мальчик уцелел чудом, он был отосван просто из города, остальные все собрались в синагоге, да, казаки просто поставили пушку напротив ворот синагоги, и дали залп, а потом добили тех, кто остался жив чудом, в развалинах уже пиками и саблями. Это совершенно потрясающая жестокость, но эта жестокость полностью обусловленная временем. И вот начало 19 века, куда податься молодому человеку. Одно время он живет в богатного, знатного польского вельможи при дворе, но любовь к дочери этого вельможи, вы понимаете, ничем хорошим кончиться не может. Несмотря на то, что они молоды, у них много сил, они не могут соединиться, это понятно, это совершенно очевидно. А в результате все узнает папа, и, собственно, у него есть даже не ночь, не ночь, а какой-то час или два, пока его не хватились. Конь, тьма, да, и дорога в никуда, потому что стоит задержаться хотя бы на минуту и поймают. Голова ему не сносить, это точно, это наверняка. Куда бежать? В России делать совершенно нечего. В Польше тоже. На родине ничего не ждет, там абсолютно разоренное местечко, им поддается во Францию. Франция страна в то время, страна бурлящей революции, да, в которой возможно все, и это очень хорошо понимает Жато. Тут надо сделать небольшое историческое отступление о том, что объединяет героев в разные времена, и о том, что делает образ таким живым. Во-первых, конечно, это неуемное тщеславие, да, Жато тщеславен. Во-вторых, это действительно трагедийная судьба, которая, ну, достаточно страшная, и кончится все плохо, но я вам не скажу, чем, но, ну, неплохо оно кончится, ладно, читайте сами, все узнаете. Я просто хочу сказать, что вот это не от хорошей жизни все возникло, и, конечно, вот это тщеславие, вот это желание показать себя, это желание найти место в своей жизни, это желание найти и вернуться на коне, что, в прямом смысле, с ментики, в мундире, гусаром, да, таким вот, более того уже, генералом наполеоновским на свою родину, да, найти ту самую панночку, да, значит, и вернуть бывую любовь вспять. Это совершенно закономерное, не просто романное, а жизненное желание. Такой сюжет, который сопровождает огромное количество историй. Зато он достаточно легкомысленен, но при этом он человек не испорченный, да, не озлобленный. Вообще, надо сказать, что вот степень вживаемости иногда пугает, потому что действительно повествователь как бы смотрит глазами героев на происходящее. То есть ты видишь, казаки это звери, конечно, звери, они бросаются в драку, как дикие звери, с невероятной жестокостью. Французские офицеры это благороднейшие, значит, воины, которые, значит, действительно так далее. Это совершенно очевидное перетекание точки зрения, значит, исторической эпохи в рассказ повествователя. И такого очень много. Это очень правдоподобно все выглядит в результате. И хотя ты понимаешь, что картины могут отличаться от того, что говорят нам серьезные историки, картина пожара московского, картина того, что сделала Наполеон, как он посмотрел, как он сел. Но мы же читаем «Войну и мир» в конце концов, да, мы понимаем, что там это художественное описание, основанное тоже на каком-то круге источников, доступном автору. И здесь мы тоже понимаем, что ну да, ну вот Мюрат описан, вот Наполеон описан, да, вот как он входил, значит, в Москву, какое было выражение лица, как его уговаривали. Ну, Ваше Величество, если русские ударят, то как же вы будете иметь сношение с... как вы свяжетесь с вашими частями за стенами города? Вам надо покинуть Кремль немедленно и так далее. Вот он неходя покидает Кремль, вот он идет по пылающему городу, улицы сужаются, стены огня окружают его, но он идет, совершенно не обращая внимания на это, на все, готовый сгореть в пламени, но не дрогать ни единой бровью. Вот это, конечно, такой очень книжный Наполеон. Но с другой стороны, почитайте еще раз, как связана вот эта вся наполеоновская история. А там не только наполеоновская эпоха, там еще и другие пласты времени. Вообще, автор в этом отношении очень разнообразен. Вы сможете действительно оценить и эрудицию, и умение выстроить на двух-трех страницах вот такой вот исторический эскиз, да, большого исторического полотна. Действительно, какой-то эпизод истории, который нужен ему, опять же, для сведения двух сюжетных линий. И мне очень нравится и очень близко на самом деле, несмотря на кое-какие вещи, которые вызывают у меня недоумение, да, вроде вот этих вот гиперреалистичных описаний с точки зрения и с психологией того времени. Финал. Потому что финал абсолютно тот, который мне кажется очень взвешенным для исторического романа. Что может быть важнее простого человеческого счастья? Да как бы ни был человек неправ в своих действиях, что бы он ни натворил, и все его подвиги, и все его злодейства мелкие или крупные, они все подытоживаются только одним. Заслужил или не заслужил он вот это вот простое семейное счастье? Несколько лет жизни вроде вот этого союза двух биологов, да, и вот она пришла к нему пост с доком, а он уже, значит, умудренный опытом профессор, и вот они вместе в спорах, научных открытиях, симпозиумах, конференциях, каких-то бытовых заботах проводят эти счастливые 10 лет. А откуда им знать, что это будет только такое-то количество лет, да, и все. И потом за полтора месяца он сгорит и не станет ничего. Вот это вот, имеется в виду, сгорит от рака, то есть умрет и ничего не останется. Останется что? Останется воспоминание о том, что был возможен вот этот вот простой семейный уют. Это очень важная мысль. Она важнее, чем любые приключенческие описания. И эта мысль, когда она подкреплена вот таким вот многообразным историческим повествованием, она мне очень близка, и мне этого эмигранте действительно нравится. Потому что действительно человек должен вознаграждаться только одним – счастьем. Ничто другое в этой жизни с собой могилу не унесешь. А счастье можно будет помнить. И счастье ты будешь помнить всегда, и счастье это действительно, оно довольно просто описывается. И страстная роковая любовь, как такая вот прям с этими встречами, с озвуками, она очень такое боковое отношение, на мой взгляд, счастье имеет. Все, я все, что хотел, рассказал о сюжете. Читайте дальше сами и о приключениях в нашем дне, и о приключениях в 1812 году, и о других временных эпохах в романе Евгения Брайдо «Эмигрант». Но помните, что в этом романе вы все-таки сталкиваетесь с художественным вымыслом. Не поддавайтесь обольщению, там очень психологически погружают в эпоху некоторые эпизоды, и ты понимаешь, что все-таки становиться не можешь на точку зрения героя. Что ж, это признак того, что проза удалась, она состоялась. Роман действительно заставляет тебя, будучи слегка загипнотизированным, поверить в реальность этих эпизодов. Настолько они, теперь уже жатое я не забуду никогда, конечно, такого исторического наполеоновского персонажа. Спасибо за внимание, читайте, наслаждайтесь. Евгений Брайдо «Эмигрант».